Это связано вообще с тем, что безопасность наших граждан при нахождении за границей, особенно в курортных зонах, не могут обеспечить полиция тех государств. Мы видим, как взрывают отели, расстреливают отдыхающих на пляже, значит, избивают их, много ДТП. И последний страшный случай – крушение самолета. Здесь тоже в основном проникновение на наш самолет непонятных людей, когда еще пассажиры не пришли, что они там делали. То есть мы можем направлять наших туристов в какие-то места массового купания, отдыха этого, допустим, Турция, Египет, Таиланд. Только при условии, если все объекты туристические, транспортные и питание будут охраняться российскими специальными силами. И это все должно идти за счет принимающей стороны. Условно, Египет зарабатывает на приезде на отдыхе российских туристов 2 миллиарда долларов в год. Вот 500 миллионов он потратит на российский спецназ, который будет везде. Прямо с самолетом прилетели, выходить не будут из самолета. Будут ходить вокруг самолета. В аэропорту везде будут, багажное отделение. Все просвечивается, все просматривается, пронюхивается. Ведь не обязательно взрывать самолет. Можно пищу отравить. И контейнеры с отравленной пищей поступили в самолет. Можно напасть на экипаж в гостинице. И самолет не полетит. Поэтому общая безопасность. Вот Шарм-Шейх, Хургада, небольшие городки курортные. Вот все под контролем русской полиции. Хотите, вот 500 миллионов в год отдавайте из доходов туризма. Тогда вы получите 2. Из них 500 нам. За то, что мы обеспечим полную безопасность наших граждан. И так по всему миру. Сейчас мы ее.